Здравствуйте! С итоговым выпуском вас познакомлю я, Махачкорбанов и мои коллеги. Коротко о главных событиях. Спасатели ликвидируют последствия сильного ветра и проливных дождей в Махачкале. Благотворительный фонд «Инсан» проводит ежегодную акцию «Собери сирот в школу». Седьмой год. Нет с нами известного религиозного деятеля Мухаммад Вакиля Султан Магомедова. Мусульмане Дагестана чтят память о нем. Дагестанские спасатели ликвидируют последствия сильного ветра, бушевавшего в середине недели. Проводятся работы по расчистке дорог от поваленных деревьев. Также привлекаются силы от администрации горзеленхоза и управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала. В Махачкале аномальная жара сменилась сильным ветром и дождем. Никто из горожан не пострадал, однако из-за стихии попадали старые деревья и столбы с электропроводами. Сотрудники республиканского МЧС выезжали по разным адресам, чтобы оказать помощь людям, попавшим в непростые ситуации. Главное управление МЧС России по республике Дагестан просит вас соблюдать бдительность и осторожность при находении на улице, вблизи деревьев и линии электропередач. При усилении ветра стараться не выходить из домов и находиться на безопасных расстояниях. В случае возникновения нестандартных ситуаций при необходимости оказания помощи вам обращаться по телефону спасателя 67-32-42 или по телефону 101. Дискуссии и круглые столы, встречи с политиками, экспертами, общественными деятелями. В Пятигорске начал свою работу 8-й Северокавказский молодежный форум «Машук-2017». В Дагестан в главном событии округа представляют 360 юношей и девушек от 18 до 30 лет. В официальной церемонии открытия принял участие премьер-министр республики Абдусамат Гамидов. Поздравил талантливую молодежь с главным событием лета и полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Олег Беловенцев. В своем выступлении он передал приветственные слова Владимира Путина. Убежден, что вы с пользой проведете эти дни, откроете новые возможности для духовного, профессионального роста, обретете друзей, единомышленников и, конечно, хорошо отдохнете. Желаю успехов, всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Участники масштабного культурно-образовательного события будут презентовать и защищать свои проекты до 19 августа. 8 августа в работе форума обозначено как День Дагестана. В его рамках республика представит три проекта. Напомним, по итогам конкурса прошлого года, грантовую поддержку более 18 миллионов рублей получил 31 проект, представленный дагестанцами. В этом году на лучшие инициативы выделено 125 грантов. В селе Гагатли Ботлихского района состоялся республиканский маджлист, посвященный 220-летию со дня рождения имама Шамиля, августовским событиям 1999 года в Дагестане, а также укреплению дружбы народов Северного Кавказа. В мероприятии приняли участие глава Ботлихского района Магомед Подхулаев, заместитель муфтия республики Дагестан Ахмад Кахаев и ректор Дагестанского исламского университета Мухаммад Абдулаев. События конца 90-х в республике навсегда останутся в истории нашего государства как пример героизма и любви к своей родине. Тогда дагестанцы доказали, что не намерены продавать свои истинные духовные ценности и не прогнуться под вражеским натиском врага, навязывающего ложную идеологию. Эти события невозможно забыть, и даже спустя 18 лет в нашей республике отдают дань уважения тем, кто в тот год давал отпор врагам. На земле Ботлиха был приостановлен враг мужеством дагестанцев, чеченцев, ингушей, русских солдат. Был остановлен, остановлено все это братоубийственное, вот никому не нужное, кому-то очень нужное, но народу не нужное такое нападение. Каждый, кто живет, наверное, на этой святой земле, в этом районе, на этой английском земле, внутри он является героем. В своем обращении заместитель муфтия Дагестана Ахмат Кахаев отметил, что только братские отношения между верующими нашей страны смогут уберечь дальнейшим от того, что произошло в августе 99-го года, что только сплоченными, связанными братскими узами наши народы будут крепки и никому не будет под силу их разъединить. Имам Газали, рахмахуллах, в своей книге «Ихья улюм-уд-дини» говорит о том, что когда наступит судный день, когда люди, обитатели рая, войдут в рай, тогда они увидят издалека в раю особое место. И тогда эти обитатели рая, они будут удивлены, они будут с сильным желанием оказаться в раю и будут спрашивать, а для кого же Аллах Субханава Тааля создал особое место в раю. Тогда имам Аль-Газали говорит, что эти обитатели рая получат ответ такой, что Всевышний Аллах в раю готовил особое место из умы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, лишь для тех людей, которые сохраняли братство и единство. Также в мероприятии приняли участие представители делегаций из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии, именитые спортсмены и участники народного ополчения 99-го года. В своих обращениях все выступающие говорили об исторически сложившихся тесных и братских взаимоотношениях народов Кавказа, наследии предков и братстве Кавказских республик. Участникам Можлица были вручены памятные подарки. Хотим такие же подарки вручить и представителям муфтията. Первый подарок Абдуллаеву Магомеду Хажи. Стоит отметить, что подобного рода мероприятие в селе Гагатли проходит впервые. Его посетили жители со всего Ботлихского района. Закончился Можлиц молитвой о мире и процветании в нашей стране. В преддверии учебного года родители активно готовят детей к школе, закупая для них весь необходимый инвентарь. Но стоит отметить, что эти ежегодные покупки бьют по карману даже среднезажиточных семей, не говоря уже о тех, кто находится у черты бедности. В связи с этим благотворительный фонд «Инсан» ежегодно проводит акцию «Собери сирот в школу», в ходе которой дети из нуждающихся семей получают все нужное для каждого школьника. Тебе нравятся подарки? Да, очень нравятся. Ты теперь обещаешь хорошо учиться? Да. Каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем он отдаст миру столько, сколько мир вложил в него. С таким девизом здесь трудятся волонтеры. Благотворительный фонд «Инсан» провел в Махачкале ежегодную акцию «Собери сирот в школу». Благодаря неравнодушным гражданам нашей республики 400 ребятишек столицы обеспечены рюкзаками и необходимым набором канцелярских принадлежностей к началу нового учебного триместра. Здесь привезли хадис пророка, который гласит, что попечитель сирот и я, говорит пророк, и я вместе будем в раю. И как две эти пальца и показал, присоединил два пальца, показательный и большой палец. Вот так, иншаллах, каждый, кто помог, каждый, кто заботится о сиротах, иншаллах, они будут вместе с пророком в раю. Яркие ранцы со школьными тетрадями и карандашами для мальчишек и девчонок, конверты с денежными суммами на дополнительные нужды для опекунов и родителей. Фонд «Инсан» постарался, чтобы начало учебного года действительно стало праздником. По случаю акции в банкетном зале «Сальва» накрыли сладкие столы и украшением мероприятия стали воздушные шары и улыбки ребятишек. Слух присутствующих ласкали напевные нашиды. Фонд «Инсан» в лице каждого своего сотрудника безмерно благодарит всех, кто откликнулся и помог сиротам начать новый учебный год счастливых улыбок. Ларианна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». В мечети имени шейха Абдулхамида Афанди прошел первый республиканский конкурс на лучшее чтение Корана среди незрячих людей в памяти ученого-богослова Мухаммада Тахира Аль-Карахи. Организатором мероприятия выступил фонд «Озарение» при поддержке Муфтеат Республики Дагестан. Получить максимальное количество баллов было нелегко, так как оценивали конкурсантов лучшие преподаватели. Пообщался с участниками и инициаторами состязания наш корреспондент Абдулла Алиев. Быть может они не видят, но лучше остальных чувствуют сердцем. Их рожденный недуг отсутствия зрения не помешал им овладеть техника чтения священного Корана. Каждый участник конкурса как живое доказательство того, что при огромном желании можно достичь практически всего. Целью конкурса является приобщить максимальное количество людей, которые мы можем охватить среди незрячих ребят, к Корану и к Исламу в целом. Всегда хотел сделать что-то подобное в республике. Более того, мы пошли в этом намного дальше. У нас сейчас уже в принципе очень серьезные сдвиги наметились в открытии и создании центра для лиц с ограниченными возможностями по изучению Корана. Опять же, благодаря мощной протекции Муфтеат Республики Дагестан. Конкурсантов в составе жюри оценивали лучшие преподаватели и знатоки Корана нашей республики. Проявить себя чтецы смогли в двух номинациях. Первое – знание Корана наизусть. Второе – самое красивое чтение. Система оценивания бальная. За знание Корана наизусть участнику начислялось 70 баллов. За соблюдение правил – 25 баллов. И за красивый голос – 5 баллов. Я хочу своим участием показать, что не все потеряно для тех, у кого зрение плохое, что у них не все потеряно, что они могут учить и заучивать Коран. Если любовь есть, если стараться, то все получится. Я уже первый раз участвую в конкурсе именно в Кавказе. Но это в Дагестане, короче. Ну да, альхамдулилах, очень хорошо здесь я. Мне очень понравилось. Один из гостей мероприятия – чеченский журналист и председатель общественной организации «Победивший тьму» Рамзан Мустаев. Обучение незрячих чтению Корана – один из основных родов его деятельности. По его словам, учить слепых, конечно, намного тяжелее, чем остальных, но их стремление к знаниям намного выше. Если незрячий, ему труднее, намного труднее, сотни даже сказать, тысячи раз. Потому что он не видит, но он чувствует сердцем, чувствует руками своим, ощущает каждую букву, ощущает каждую огласовку и видит свои труды. Он побеждает эту тьму и с уверенностью, можно сказать, он победил свой недуг. Конкурсанты прибыли не только из районов и городов Дагестана, но и из соседних республик. Некоторые из них уже неоднократно участвовали в подобных конкурсах. Многих участников одолевало желание доказать, что отсутствие зрения для них не препятствие. Одной из целей проведения этого конкурса организаторов было сделать назидание всем, кто, обладая зрением, не стремится научиться чтению священного Корана. Действительно, участники этого конкурса заслуживают огромного уважения и являются примером в достижении цели, несмотря ни на какие трудности. Посвящение всего себя распространению религии ислам. Именно такими словами можно описать в жизни религиозного деятеля Мухаммад Вакиля Султана Магомедова. Вот уже седьмой год его нет с нами, но память о нем мусульман Дагестана не угасает. Вспоминая о жизни Мухаммад Вакиля Хаджи, у всех, кто его знал, в памяти всплывают такие качества, как работоспособность, целеустремленность и преданность своему делу. Будучи кандидатом физико-математических наук, он обладал глубоким духовным миром. Рассказывая об исламе, он был искусным оратором, и его слова никогда не шли в разрез с мнением авторитетных ученых. Тем багажем нравственности, которую он накопил в себе, он старался делиться со всеми, являясь и по сей день примером для тех, кто ведет духовно-просветительскую работу в обществе. Очень работоспособный и очень организованный человек, человек, который жил просвещением. Ему блестящую характеристику дал муфтий шейх Ахмад Хаджи Абдулаев. Мне посчастливилось сделать фильм о нем, и в интервью он как раз сказал смысл того, что он сказал. Мухаммад Вакель был моим помощником. Заместителей у меня было много, помощник был один. Это Мухаммад Вакель. Такие люди, как Мухаммад Вакель Сутам Магомедов, всегда вносили весомый вклад в развитие духовного просвещения. Будучи руководителем отдела просвещения при муфтиате Республики Дагестан, он не оставил ни одного учебного учреждения, где бы не были прочитаны религиозные лекции. Особый упор Мухаммад Вакель Хаджи делал на профилактику экстремизма среди молодежи. После 99-го года, когда ваххабиты фактически свое лицо показали, кому был доверен отдел просвещения, Мухаммад Вакелю. Он собрал людей, самых очень активных ребят, он собрал молодых людей, и они практически не оставили ни одного госучреждения, ни одной школы, в которой не говорили об исламе. Под его руководством и прессоавторстве было издано немало книг по исламской тематике, такие как «Азбука ислама», «Жизнеописание пророка Мухаммада», «Мир ему и благословение». Также он оставил множество статей, видео и аудиозаписей, приносящих пользу людям и по сей день. Где бы он ни работал, на посту главного редактора религиозного телеканала «Махачкала ТВ», руководителя издательства «Нур-Лиршат», он везде полностью отдавал себя работе. Это люди, которые оказались в нужное время, в нужном месте, и которые сделали по возможности все от них зависящее, ради того, чтобы в Дагестане люди узнали о чистом исламе, в рамках своих сил и возможностей, в рамках тех знаний, которые у них были. 11 августа. Роковая дата, которую навсегда запомнили мусульмане нашей республики. В результате покушения Мухаммад Вакиль-Хаджи ушел из этого мира. Но изменилось ли что-то после этого? Та деятельность, та работу, которую вел религиозный деятель, разве она остановилась? Как утверждают коллеги Мухаммад Вакиля, его смерть лишь дала новый толчок всем занимающимся духовным просвещением. То, что они делали, это уже невозможно остановить. Единственное, чего добились те люди, которые, пытаясь устранять тех или иных людей, думая, что они остановят ислам, они, к сожалению, великому не читают книги. Во-первых. Во-вторых, они еще больше настроили людей против себя. Потому что они, в том числе, благодаря даже эти убийства, сыграли роль консолидации в обществе, объединения вокруг хороших людей и изучения правильной чистой религии. Но все же, когда из жизни уходят подобные люди, периодически чувствуется их нехватка. Многие, кто работал бок о бок с Мухаммад Вакилем, со слезами на глазах вспоминают это время. Но такова участь была у многих в нашей республике, кто самоотверженно, не боясь за свою жизнь, распространял истинные знания об исламе. По-настоящему, геройское ведение жизни почти всегда заканчивается геройским уходом из нее. Таким был Мухаммад Вакилем Сутам Магомедов, навсегда оставшийся примером для всех духовных просветителей Дагестана. Нам их очень не хватает. Единственное, что мы можем делать, просто анализируя то, как они работали, то, что они советовали, черпать из этого и реализовывать уже в жизни. Единственное, что нам остается. А так, что мы можем сказать? Хвала Всевышнему, что Аллах нас сделал теми людьми, которые их знали, которые их любили. И, надеюсь, Всевышний нас объединит рядом с хорошими людьми в месте своего удовольствия. Дагестан может претендовать на проведение в 2018 году чемпионата Европы по борьбе. Об этом стало известно на совещании председателя правительства Дагестана с вице-премьером Федерации спортивной борьбы России. Стороны обсудили возможную перспективу проведения чемпионата на территории республики. Встреча состоялась в правительстве Республики Дагестан. Вице-президент Федерации спортивной борьбы констатировал, что Дагестан имеет все шансы для проведения престижных состязаний европейского уровня. Также Георгием Брюсовым было отмечено, что за последние несколько лет возможности спортивной инфраструктуры республики серьезно выросли. Дагестан – это одна из самых спортивных республик Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, борцов, около 42 тысяч борцов занимаются вольной греко-римской борьбой. Это самый высокий показатель по всей стране. Очень часто здесь приезжают команды со всего мира, от Японии до Соединенных Штатов Америки, от ЮАР до Бразилии. И говорят так в борцовском мире, что если ты не победил на турнире Али-Алиева, то тебе рано еще претендовать на чемпионат мира или олимпийские высоты. Председатель правительства в свою очередь заверил, что если право проведения престижных состязаний выпадет на Дагестан, руководство создаст максимально комфортные условия для чемпионата. Сегодняшний ваш приезд, как представители Международной Федерации борьбы, чтобы проинспектировать республику, посмотреть, есть ли сегодня условия для проведения чемпионата Европы в 2018 году. Поэтому мы надеемся на ваше объективное мнение, на вашу поддержку. Если на данном этапе что-то у нас не готово, не доработано, мы готовы за это время исправить. В ближайшее время инспекционный отчет будет направлен в Международную Федерацию борьбы, после чего станет известно о месте проведения грандиозного события в мире спорта. Лариана Шемхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.